Мою яму вы знаете, это с двух квартир сюда вывозится, вот это бесценное удобрение для а персика и б сливы растут плохо, это я вам говорю, у меня это земля ужаснейшая, невероятно. Хуже земли уже не бывает, но вот эта яма через несколько лет она попрёт и попрёт, ну в течение двух лет всё это, вот сейчас мы все дружно выбрасываем, это я ещё раз повторюсь, хоть и стыдно уже повторяться, мы все дружно выбрасываем плодородие своих этих. Вот единственный умный человек Туманов Андрей, он же депутат Госдумы, он же главный редактор газеты «Ваши соток», он же представитель СССР, рассказывал красиво по радио, у меня душа облела. Всё по пакетикам, всё складываем на балкон, вывозим в деревню, вот, я беру шире и бумагу тоже надо вывозить, не только эти пищевые отходы, и бумагу, и консервные банки, и опилки, и ветки, и всё-всё-всё туда. Вот всё, что сбрёт, сколько мусора попал в чайце, у нас хотя бы вывозят регулярно, я смотрю, на дорогу вытаскивают каждый по нескольку мешков, всё это могло служить плодородию почвы, но, к сожалению, глаз вот ещё в пустыне останется нам навсегда. Там в области нет наших людей, друзья. Теперь, ну это я к слову, смотрите, вот это забор, слева сосед, справа сосед, сейчас вы поймёте, насколько важно знать то, что я называю северное садоводство, вот, причём северное садоводство своими руками, смотрите. Итак, да, хреновенько, здесь я специально, я не скрываю, вот, они однолетними были посажены, вот этот персик, и вот это слева, вот, а им теперь стало, ну, в общем, после посадки, вот они вот такие просто дали. Хреновенько, не по железовому, но, ещё раз говорю, я не удобрял, ямки копнул, поставил, два раза полил и забыл, потом дожди поливали. Но главное не это. Итак, забор, вот этот, там один сосед, вот здесь другой, сравниваем. Помните мои эти, которые там, взрослый человек, там только третью часть от высоты занимает, те самые абрикосы братского вы видели, так? А, нет, ещё покажу. Вот здесь вот же, рядом, вот здесь, вот, за мной, прямо за моей спиной, вот эта самая ямка. В одном метре, вот, тут самый забор слева. Вот, это лучший саженец слива, привит на абрикос, абрикос дал мощный рост. Вон рядом, видите, персики, вот. Вон, персик тоже привит на абрикос, но он сильно уступает. А слива, это вот как часть учёбы, слива и венгерки, это венгерка, у них оказалась наимаксимальная приспособленность именно к подвою абрикосов. Я этого не знал до последних лет. Почему? Я мучил-мучил привая на ринклоды, вернее, не так, привая ринклоды на абрикосы, и у меня, кроме мучения, ничего не получалось. А это, ну, просто, ну, не могу я всё испытать, пока Чернобаев не начал испытать, и у него получились мои же подвои, мои привои, да? А результаты получились, почему? Потому что я его не просил сливы, эти самые, венгерки привать на абрикосы, это его была задумка. А результаты-то, вы видели фотографии, да? Даже я позавидовал, плоды изменились. Вот, даже я позавидовал, хотя это мой материал. И вот, значит, я тогда взялся, тут у меня абрикосовая школка, я начал привать. Вот, видите, вот так прививается за одно лето, без полива, но дожди были хорошие, а вот, вот она слива привёт. Прививка запоминать, чем ниже к земле, тем, это мой постулат, чем ниже к земле, тем выше, мощнее прививка. Запоминайте, это никаких повыше-повыше, будет хуже-хуже, и смерть, то есть ниже-ниже-ниже. Это постулат, это значит навсегда. Вот здесь я позирую, это я селфи, первый раз в жизни я взял, сам себя сфотографировал. Почему? Сравнивать сейчас будем. Итак, привязка, ещё раз. Забор, забор. Вот этот забор. Смотрим дальше, кирпичи. Смотрим дальше, внимание. За левым забором пересаженные абрикосы Бродского, посаженные косы в 2015 году, пересаженные однолетними к соседу весной 2016, будучи однолетними. И ещё прошло два года с половиной, так, и вот они такие вот, не палиты ни разу. То есть как не палиты? Сосед палил один раз, когда посадил, и забыл. Вы видите вот этот бред? Я всё говорю, Саша, ну продай мне несколько соток, ну некуда, расширяться надо. Задыхаюсь и умру скоро, вот, не дождавшись результата. Нету земли, нету, в стране нету земли, в Сибири нету, вот не отдаёт. А видите, что у меня растёт здесь? И вот они забытые, вот так растут. Смотрим другой сосед. Другой сосед пошёл на рынок и купил саженцы. Внимание, привязка, это чтобы вы знали, вот это его дом строить, да? Значит, смотрим. Это ровесники. Внимание, ровесники. Но это моё, на территории соседа. Кстати, на холмы посадил, я сказал, на холмы. Я не участвовал в посадке. Среди вот эти два, вот они. Видите, вот они. А вот здесь хозяин сейчас Сергей. Вот домик из опилок, это всё, что я за 35 лет заработал. Вот, только общил с сайтингом. Так, вон он пошёл, тот самый сад. И там те самые саженцы, вы видели вначале, да? Вот. Но сосед, который прекрасно меня знает, вот, даже это, машет другую руку через забор. Вот. Пошёл обычным путём. Прошло 4 года. Ну чё, сравнили. Вот это и есть наша действительность. Вот. Ну, а здесь, для чего этот снимок? Я его сделал где-то неделю назад. Вот. Вот это вот 4 месяца исполнилось. Высота метра 80 вот этим вот прививки у земли яблонькам. Яблонькам привиты на сдерживающий рост подвое в виде корневых отводков, притащенных за 10 километров из этого, из тайги. А двухлетки вот так выглядят. Вот они. Ну, это, которые не были выкуплены, остаются в качестве маточного сада. Продолжение следует...